После того, как наши художники согласовали и сделали качественный макет в том стиле, под те запросы, которые вам были нужны, мы переходим не к менее важному аспекту качественного портрета либо картины. Это принтер, на котором будет печататься изображение. Первое, на что мы смотрим при анализе принтера, на котором печатается портрет, это тип чернил. Дальше есть количество цветов принтера. И следующий аспект, который также важен для создания хорошего портрета или картины, это толщина цветной капли, которая попадает на холст либо на бумагу. После полного анализа и изучения, какие бывают типы чернил, мы пришли к следующему выводу. Чаще всего на рынке другие компании используют экосольвентный либо сольвентный принтер. Также чернила есть латексные и пигментные. Сразу расскажу о том, почему экосольвентный либо сольвентный принтер не самый идеальный вариант для печати, портретов либо картин. Первое, что важно, в чернилах содержится циклогексан. Это хорошо помогает закрепляемости и данное чернила достаточно бюджетное, но на этом преимущество заканчивается, так как циклогексан не безопасен для здоровья, но у него есть хорошее свойство в том, что он хорошо закрепляет чернила с поверхностью. Именно поэтому данный тип чернил используется распространенно в рекламе баннерной, которую мы видим на улице. И снег, и зной ничего не портит изображение. Ну и плюс, это достаточно бюджетный способ. Такой яркости цветопередачи насыщенности в рекламе баннерной не требуется, и там такой способ печати подходит. Более того, принтер, который печатает данным типом чернил, у него очень высокая производительность, чтобы печатать километрами в день. Соответственно, вывод следующий, что данный тип чернил отлично подходит для печати баннерной рекламы, но совершенно не подходит для картин-портретов, которые мы хотим каждый день наблюдать у себя дома. Дальше идет тип чернил латексный. И мы также данный принтер использовали ранее в своей работе. Латексный тип чернил имеет хорошую закрепляемость, но нам все же для создания репродукции картин-портретов нужна самая высокая детализация, насыщенность, яркость. Ведь все мы любим красивые яркие краски, поэтому можно было бы работать на латексном принтере. И если вы где-то столкнетесь с таким принтером другой компании, то можно абсолютно такую картину, скажем, брать себе в дом. Это безопасное, экологичное чернило. Но так как мы хотим добиться максимальной детализации, яркости, мы переходим к нашему принтеру, который мы приобрели себе в офис. Это пигментный принтер Canon, который имеет 12 цветов. В большинстве своем компании, которые имеют сольвентный, экосольвентный, латексный принтер. Принтер в своей основе имеет 4 цвета, либо 8. Наш же имеет 12 цветов. Вот здесь, скажем, заправляется каждый цвет по отдельности. И в чем преимущество? Преимущество в том, что цветовых оттенков, гаммы наш принтер может передать на холст гораздо больше. Ну или на холст, или на бумагу. А когда в основе принтера есть 4 цвета, и из них получаются все возможные оттенки. Поэтому в печати любого изображения важно, опять же напоминаю, обращать внимание на тип чернил, количество цветов, которые имеет принтер и толщину капли, которая попадает на материал, который нам требуется. Хочу рассказать интересную историю, связанную с покупкой принтера другой компании, которая работает в нашей же сфере. Они заявляют, что у них классный дорогой принтер, оперирует тем, что он стоит полтора миллиона российских рублей или на наши белорусские деньги это 50 тысяч рублей. Но, например, сравнение просто проведем. Абсолютно честное сравнение с характеристиками нашего принтера. Принтер хоть и стоит много денег, и он может печатать большими, скажем, объемами в день, чего не требуется для портретов и картин. Так вот, тот принтер имеет в себе чернила экосольвентные, которые небезопасны для здоровья, которые содержат целый кексан. Я уверен в том, что руководитель студии и мастер, которые покупали принтер, скорее всего, они даже этой информации не знают. И действительно считают, что принтер, если дорогой, то он качественный и хороший. Первое. Тип чернил там экосольвентный. Второе. Количество цветов там точно не 12, как у нас. Соответственно, насыщенность, яркость. Эта передача уже не может быть такой высокой. И третье. Интересное сравнение. Толщина капли, которую выдает наш принтер и принтер вот этот экосольвентный. Наша толщина капли 4 пиколитра, а толщина принтера в другой компании целых 25 пиколитров. То есть разница колоссальная. И именно поэтому наш 12-цветный принтер Canon считается лучшим по цветопередаче, по насыщенности, по возможности смешивания цветов. А нам именно это и важно для картин, портретов, репродукции. Подходим плавно к выводу. Качество для нас является главным критерием в нашей работе. Поэтому данный принтер и данная технология обладает всеми свойствами, чтобы действительно по заслугам быть принтером номер один в цветопередаче, в экологии, безопасности. И да, на качестве мы не готовы экономить. Поэтому данный тип чернил и в целом сам принтер и обслуживание его немножко дороже, нежели экосольвентный принтер.